Подробнее эту тему обсудим с Ильей Нисходовским, руководителем аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS. Илья Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы сразу уточнить, часто мы задаем этот вопрос по блокировке российских активов за рубежом и частных лиц, и юридических лиц. Соответственно, всегда возникает вопрос, а в чем проблема создать спецмеханизм для того, чтобы Украина уже могла получать эти деньги и уже могла восстанавливать хотя бы ту инфраструктуру, где удалось освободить те территории от российских оккупантов? Есть несколько проблем, которые определяют западные страны. Первое. Это верховенство права. И если такой механизм создается, то это означает, что этот механизм будет использоваться во всех других подобных случаях. И для них очень важно, чтобы этот механизм не использовался во вред. То есть, другими словами, чтобы он не создал проблемы, если что-то по отношению к другим людям, потому что если уже создается этот правом механизм, он должен работать. Это первый момент. Второй момент. Западные страны боятся, что создав такой механизм, они могут, если он будет достаточно, скажем так, легкий, показывать, что в случае чего европейские страны, западные страны могут в любой момент отобрать там какое-то имущество, то возможно активы, то возможно, например, другие страны подумают, что в этом случае там деньги не надо хранить. Это опасно. У тебя в любой момент могут забрать, и вот есть соответствующий механизм. Третий момент. Это страх. Несмотря на то, что они видят, что Россия проигрывает, но все равно у них существует вот это вот опасение относительно того, а что мы будем делать после, вдруг Россия там выстоит, пройдет какое-то время, они там восстановят какие-то свои силы, и тогда они захотят нам стыдить. Это тоже, соответственно, останавливает непосредственно западные страны. Поэтому в этом контексте это лежит не столько в правовых каких-то моментах, сколько, как мы часто говорим, политической воли. Вот политической воли на сегодняшний день у западных стран для того, чтобы начинать отбирать активы, пока что нет. Все хотят, чтобы кто-то первый начал. Какая-то страна, которая имеет вес, первая создала такой механизм. Очень осторожно предложила Канада способ для того, чтобы забирать активы у непосредственно олигархов. Другие страны создают какие-то встречи, обсуждения. Но механизма по факту на сегодняшний день нет. Поэтому они помогают непосредственно, им лучше помочь со своих собственных бюджетов, со своих собственных активов, чем начинать отбирать. Но при этом есть несколько моментов. Например, отобирать, если будет доказана какая-то ответственность тех людей, чьи активы заморожены, что они принимают участие в военных преступлениях, то в этом случае у этих людей, не физических лиц, не государство России, отобрать активы будет гораздо легче и обоснованно. А вот по отношению к суверенному государству, именно России, тут уже, конечно же, очень важно, чтобы Украина победила. И вот когда будет победа, тогда мы с позиции победителя можем, соответственно, претендовать на эти активы. Вот такая позиция Запада. Ну, к слову, тоже о странах, которые поддерживали. Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала идею замораживания, изъятия российских активов и передачи их Украине. Говорила она об этом во время встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Вот процитирую, мы за то, чтобы Россия платила полную цену за агрессию потери Украины в результате нашествия, так сказала госпожа Марин. А изъятые ресурсы, по ее мнению, должны быть направлены на возобновление инфраструктуры Украины. Два вопроса к вам. Как вы думаете, да, вроде как поддержка есть, а к механизму не переходит государство. Как должна выглядеть вот эта готовность создавать механизм? И вот госпожа Марин говорит, полную цену должны заплатить. Что такое полная цена может быть именно в финансовом аспекте, вот в этих всех выплатах репараций и так далее? Как она должна выглядеть? Смотрите, тут первый момент, это там довольно-таки сложный механизм, который обсуждался, что идет страхование, потом в случае чего, если что, если Россия выскажет свои претензии, будет суд, они там сразу вернут эти активы и так далее. Очень сложный механизм, и как по мне, навряд ли он будет реализован. Это все в процессе пока что обсуждения, то, что было там высказано. А какие действительно реальные шаги? Во-первых, это перевод активов тех же самых олигархов из состояния замороженных в состояние арестованных. Вот тогда это уже будет означать, что есть возможность использовать определенные правовые механизмы для того, чтобы это арестованное имущество пошло на восстановление Украины. Второй момент, это принятие определенных законов. Мы, например, навряд ли сейчас сможем что-то решать через ООН, через механизм, который мы часто вспоминаем, как Кувейт получал компенсацию от Ирака за его вторжение. Может быть, этот механизм когда-то и будет запущен, но для этого, еще раз говорю, необходима победа и в какой-то мере даже добровольное согласие России. Так вот, чтобы мы не были сильно зависимы от этого момента, то нам необходимо фактически решение национальных стран. И тут какой может быть правовой механизм? Это механизм, когда эти активы могут быть признаны как компенсация, можно даже сказать, до определенного решения суда. Тогда эти активы могут пойти в Украину, потому что тогда это уже будет такое заочное решение, которое дает возможность активы направлять в Украину. До этого все абсолютно правовые системы говорят, необходима суд, необходима вина, необходима ответственность, необходима ущерб, необходима тогда только компенсация ущерба. И вот мы уперлись в этот момент. А какая сумма необходима, что имеется в виду полная компенсация? Ну, полная компенсация – это не только материальный ущерб, это и потерянные условно доходы, то, что функционирующее предприятие, оно не получало соответствующий доход. Это компенсация жизни, это компенсация здоровья, это компенсация экологического ущерба, и это может даже какие-то определенного вида психологические компенсации, если против человека было осуществлено преступление, которое не привело к ухудшению его здоровья физического, но привело к ухудшению его психического здоровья. В этом случае тоже могут быть компенсации. Я думаю, что это все в комплексе, и зная, какие позиции занимают эти страны, именно это не имеет в виду. Вот смотрите, напомню, что 27 февраля Евросоюз ввел новый десятый пакет экономических санкций против России и страны-агрессора. Среди прочего, включали блокировку операций, связанных с управлением резервами Центрального банка Российской Федерации. Другими словами, Россию, по сути, лишили значительной части финансовой подушки, так как Центробанк теперь не сможет продавать свои валютные активы, размещенные на счетах в европейских банках, для спасения рубля от девальвации. Тут очень тонкий момент, что получается, Россия сейчас проводит эмиссию, то есть печатает деньги, подразумевая то, что есть определенная финансовая подушка, да, валютная. Но она, на самом деле, заморожена. То есть Центробанк, по сути, производит эмиссию, не подкрепленную никакими золотовалютными резервами. Соответственно, меня интересует в этой связи, а когда тогда начнется в России гиперинфляция? Я понимаю, что если много денег, они ничем не подкреплены, то, соответственно, это просто фантики. Ну, смотрите, тут немножко будет другой момент. Когда Россия отходит от рыночных принципов, например, перевод на военные рельсы, они означают, что возможно и полное административное управление экономикой, когда устанавливаем цены на любые продукты. Хлеб вы будете продавать только по такой цене, молоко только по такой цене. И таким образом, будет ли гиперинфляция, они имеют возможности, отходя от рыночных принципов, сделать видимость устойчивости цен. Но это приводит к другому моменту. Продукты пропадают. Потому что если у тебя есть определенная себестоимость, тебе надо кое-что покупать, то у тебя за определенные цены. И оно тебя не покрывает, ты просто прекращаешь это производить. Ты просто не поставляешь эту продукцию, соответственно, в магазины и так далее. Поэтому я думаю, что тут они будут фактически так затягивать веревку себе на шее, когда они будут продолжать принимать более административное влияние на экономику. Видите, до чего дошло? Это просто, я не знаю, как это можно характеризовать, когда кабинет министров их общается с бизнесом относительно добровольного взноса в бюджет. Ну, это просто грабеж. Ну, откровенно грабеж. И для нас, в принципе, это хорошо. Потому что российский бизнес, он понимает, что его будут рано или поздно грабить. Чиновники никогда не уменьшат свои аппетиты. И в этом случае он делает следующие шаги. И он просто-напросто начинает выводить свои активы. Уже не только европейские, американские компании выводят свои активы, а и российские путем продажи определенных товаров. И все, что там реализовано, пытаются максимально оставлять за рубежом. Мы видим, что Минфин пошел по пути, когда он устанавливает цену. Говорит, я буду брать налоги с нефти вот с такой-то цены, которую я вам сейчас установлю. От Брента, соответственно, отнимать 35 долларов. Но эта ситуация абсолютно ненормальная. Это, опять же, дает сигнал для российского бизнеса, что вас будут грабить, вас будут раскулачивать. Вы должны прийти к этому, вас назовут олигархами. И ваше имущество будет идти тем людям, которым будет не хватать. Поэтому гиперинфляцию, как по мне, административными методами можно удерживать. Как мы видим, как это была ситуация с курсом доллара, насколько им манипулировали, насколько ограничили и административными путями фактически сбили его поднятие. Но, с другой стороны, будет существенно ухудшаться качество жизни. Качество жизни по отсутствующим продуктам, отсутствующим товарам, уменьшение доходов, невозможности купить, невозможности никуда поехать. То есть, чем дальше, тем будут больше ограничиваться свободы россиян. Ну, в принципе, как и говорил президент Российской Федерации Путин, экономика Российской Федерации переходит на новый цикл, этап развития, только деградации, уточнение одно единственное. А вот, смотрите, говоря о восстановлении Украины, цифра 17 миллиардов долларов, это уже в текущем году надо Украине на восстановление. Говорил об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Добровскисом. И вот, по его мнению, главным источником вот этих средств должны стать именно изъяты у страны-агрессора активы. Как вы думаете, вот как первоочередно нужно будет распределять вот эти изъяты, арестованы, как вы говорите, это деньги будут олигархов, это деньги будут кого-либо другого. Просто сейчас вот этих колоссальных проблем у Украины из-за Российской Федерации масса, и вы перечень озвучивали, это инфраструктура, это энергетика, это восстановление домов, это помощь детям, которые оставились без семей. Ну, цифра эта огромадная, список этот огромадный. Как вот эти суммы Украина должна распределять, определяя первоочередность? Ну, первый момент, я считаю, что все-таки, насколько это может быть не очень, но социальная защита тех людей, которые потеряли все. Почему? Потому что у нас самый большой вызов – это демография. Поэтому если те люди не найдут поддержку тут, они, скорее всего, поедут за рубеж, где им такая поддержка будет надана. Поэтому нам надо обеспечить, чтобы у этих людей всегда была необходима минимальная сумма для того, чтобы тут купить продукты, для того, чтобы тут иметь соответствующее жилье, которое даст возможность им тут прожить. А дальше потом, когда мы их обеспечим, и у них есть такой минимум, это очень важно, дальше мы переходим к следующим вопросам. Первый вопрос – это, конечно же, жилье, восстановление жилья. Людям надо, где жить. Второй момент – это восстановление социальной инфраструктуры. Очень важно поднимать экономику. Очень важно. Экономику необходимо поддерживать тот бизнес, который может создать рабочие места. Самое главное в этом контексте – это рабочее место и заработные платы. Вот это должна быть основной критерий, каким образом, какой бизнес надо поддержать. То есть если ты имеешь возможность дать работу людям, если ты имеешь возможность дать им высокую заработную плату, поддерживайте этот бизнес, соответственно, пусть он как раз участвует во всех этих процессах. Социальная инфраструктура. Вот потом, в принципе, идут уже дороги. Вот я не поддерживаю, что дороги должны быть на первом месте. Нет, жилье. Потому что если мне нет где жить, то, извините, мне дороги не нужны. Я должен приехать, чтобы иметь место, где мне жить. И, конечно же, мне надо иметь социальную инфраструктуру, это школы, садики, куда я могу отвезти своего ребенка. И, конечно же, мне необходима больница, потому что люди болеют. И тоже мне необходимо соответствующее медицинское обеспечение, медицинское обслуживание. Вот по таким критериям, вот такой последовательности, необходимо распределять эти суммы. Ну и вот продолжение темы. Давайте вспомним, что Украина в прошлом году на 38% покрыла расходы бюджета с помощью партнеров. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава украинского правительства в этом году надеется на так называемый финансовый рамштайн. Так он называет координационную платформу доноров для Украины, в которую вошли министр финансов Украины, представители ЕС и Белого дома, а также министр финансов страны, представителя в G7. То есть, по сути, 38% это достаточно большой показатель. То есть, по сути, в этом году тоже расчет на то, что просто напрямую будет пополняться бюджет при помощи иностранных партнеров и все? Смотрите, во-первых, в прошлом году у нас большая была эмиссия. Мы покрывали в том числе за счет НБУ. Надо не забывать, что 38% наши партнеры, очень большая часть, также мы за счет вот таких вот направлений в этом году полностью мы рассчитываем на поддержку наших партнеров. Это хорошо. Почему? Потому что иначе была бы у нас раскрутка инфляции и ухудшение качества жизни людей. Поэтому поддержку мы рассчитываем, приблизительно половина нашего бюджета будет формироваться за счет наших партнеров. Очень огромное спасибо и Европейскому Союзу, то есть Соединенным Штатам Америки, которые оперативно выделяют. И таким нашим международным институциям, как МВФ, которые сейчас готовят соответствующую программу, Мировой банк. Это для нас очень большая поддержка, которая дает возможность выполнять наши социальные обязательства перед людьми. Это очень важно. И, конечно же, вообще выполнять перед бюджетниками, обеспечивать работу всей инфраструктуры. Так вот, в этом моменте, конечно же, МВФ, он поднимает следующие вопросы, что мы, конечно, сейчас поможем, но вы должны сами наполнять бюджет, даже при тех проблемах, которые есть. А, соответственно, это убираем те льготы, которые были введены там. Но, опять же, мы должны очень разумно подходить, как по мне. Вот мы приняли решение там по 30 тысячам, по военным, которые не на фронте. Ну, тут такое дело, не соглашаюсь в контексте того, что мы меняем условия оплаты труда. Но в то же время, в принципе, мы должны поддерживать тот бизнес, который находится на деоккупированной территории, для того, чтобы он там давал, соответственно, рабочие места и заработные платы. Те, кто пострадал. А тот бизнес, который на Западе, ну, конечно же, мы должны, соответственно, для них делать разные условия. То есть, кто пострадал от войны, он должен получать прямую поддержку. Кто, соответственно, находится в тех регионах, которые не пострадали от войны, то, соответственно, пожалуйста, вы работаете приблизительно в тех же самых условиях, да есть экономические проблемы, но для вас уже поддержка меньше. И вот налогоблажение может быть тем инструментом, которое позволит как раз дать стимул для развития украинского бизнеса на деоккупированной территории. Так вот, если мы говорим про работу с нашими партнерами, нам необходимо продумать различные механизмы, которые не будут негативно влиять на экономическое развитие, но в то же время будут додавать, соответственно, дополнительное поступление в бюджет. Например, мы можем увеличить налогоблажение табачного производства, увеличить акциз. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас уже впервые опять пачка сигарет стоит меньше, чем большинство социальных продуктов. Поэтому потенциал для увеличения акциза на табак, он есть, если мы будем говорить про какие-то налоги. Мы можем увеличить налоги на большие заработные платы. Они нейтрально влияют на общее экономическое развитие. Но при этом, соответственно, дают, опять же, поступление в бюджет и так далее. То есть, если мы говорим про изменение системы налогоблажения, то как раз оно должно быть направлено на то, чтобы, если и нам необходимо, есть возможность где-то взять, то там, где не будет негативное влияние на экономический рост. Там, где, наоборот, экономический рост может будет стимулироваться, надо давать какие-то льгоды, как 5, 7, 9, другие программы, чтобы бизнес побыстрее восстановился. Важный фактор, который помогает Украине остановить агрессию Российской Федерации, это санкции. Вот еще буквально ваше мнение, хотелось бы услышать. Как думаете, санкций от каких государств не хватает мировому сообществу, не хватает, чтобы остановить экономику Российской Федерации, чтобы она не спонсировала эту войну? Ну, тут даже не то, что санкции. Достаточно, чтобы они присоединились к тем санкциям, которые введены мировым обществом. Например, уже очень, я уверен, этот параллельный импорт очень сильно почувствует сильный удар, когда сейчас резкие власти запретили фактически реэкспорт продукции, пансационной продукции в Россию. Это, ну, как по мне, очень будет сильный удар. И вот было бы, хотелось бы, чтобы другие страны, такие как Китай, такие как Казахстан, такие как Армения, такие в какой-то мере Грузия и Азербайджан, они также присоединились бы к реальному выполнению этих санкций. То есть не перенаправляли пансационную продукцию на территорию России. Достаточно этого, и уже тогда Россия почувствует реальный технологический голод. Сейчас уже есть проблемы, а то уже фактически остановится большинство их предприятий из-за отсутствия комплектующих, сырья, соответствующих чипов и других видов продукции. Поэтому здесь мы будем говорить о том, что про страны, а не конкретно какие-то санкции, то в этом случае те страны, которые на сегодняшний день помогают России обходить. А если мы будем говорить про продукты, то в этом у нас, мы уже обсуждали, это, конечно же, атомная энергетика, это же, конечно же, это вопрос тех же самых алмазов, по которым также надо вводить санкции, это вопрос по минеральным удобрениям, от которых достаточно большие поступления в российский бюджет и так далее. То есть вот эти вот направления, они достаточно существенны. Но тут вопросы также безопасности, продовольственной безопасности, атомной безопасности. Поэтому принимать решения эти просто так на лбом, я, конечно же, не поддерживаю. Я считаю, что санкции должны вводиться так, чтобы наносили максимальный урон врагу, но при этом, конечно же, не источали собственные ресурсы. Ну, смотрите, еще одна цитата. К настоящему времени Европейский Союз почти исчерпал свои возможности для того, чтобы наказать Россию экономически. Теперь внимание блока должно быть направлено на финансовую и военную поддержку Украины. Это слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Ну, я сразу могу подсказку дать господину Боррелю, например, Росатом или Свифт, например, отключение всех банков от Свифта. Вот на самом деле, а что означает это заявление? Ну, я уже сразу подсказал даже, не напрягаясь. А что, теперь все, не будем вводить санкции? Мы уже исчерпали все ресурсы или как это понимать? Подобные какие-то разговоры и заявления, они периодически между пакетами появляются. Почему? Потому что когда вводятся санкции, это в том числе какие-то потери для определенных компаний, для определенных стран. Вот почему алмазы до сих пор торгуются. Но тут один момент, который я всегда делаю ремарку. Мы должны понимать, что алмазы – это не только украшения. Алмазы используются в промышленности. Поэтому надо понимать, что это, извините, не только роскошь. Это и работа определенных предприятий. Но в то же время есть страна, Бельгия, которая очень сильно зависит от российских алмазов. И как результат, остановка поступления алмазов в Россию, конечно же, очень сильно ударит по ихнему бюджету. Но опять же, это можно рассматривать, можно смотреть, можно думать про компенсации, та же самая Африка, другие моменты. То есть можно в этом направлении работать. Росатом. Есть вопрос ограничения. Очень хорошее заявление к руководству МАГАТЭ. 50 стран, которые сказали, что они не будут финансировать, не будут участвовать, не будут помогать, и ни в одном проекте не будут принимать участие, если там присутствует Россия. Это очень хорошая поддержка. Это замечательно. Почему? Потому что даже если рассмотреть строительство определенных атомных электростанций, то в них всегда, если даже строят Росатом, принимают участие европейские или американские компании, которые производят определенные виды оборудования для того, чтобы произвести. Но, опять же, есть возможность приостановить строительство определенных атомных электростанций. Росатом и сейчас строит атомные электростанции во Франции. И Франция может, соответственно, отказаться или заморозить этот проект. А по другим моментам, это Украина имеет опыт переключения, или, скажем так, изменения поставки топлива с российского, например, на американский. В этом плане также можно, в принципе, помочь той же самой Болгарии, чтобы она перешла на американское топливо и не так волновалась про свою энергетическую безопасность, в случае, если там произойдут санкции в этом направлении. Поэтому заявление понятно. Им не хочется терять деньги, но при этом они очень много для нас сделали. Но Украина должна продолжать давить, должна продолжать заявлять, показывать, где обходят санкции, где еще можно использовать санкции, занимать проактивную позицию. И мы видим, что эта проактивная позиция как раз и постоянно толкает, скажем так, европейских чиновников все-таки действовать, понимая, какие последствия, если они не будут этого делать, может быть для Европы в целом. Илья Сергеевич, вам огромное спасибо за вашу аналитику, за разъяснение. Зрителям нашим напомню Илья Нисходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов. АНТС был с нами на связи.